Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 26 сентября и только что я показывала вот эти вот огромные перцы. То есть показывала самые-самые крупные перцы, которые у меня нынче выросли, которые весят 340-330 грамм. Вот показывала вот этот вот оранжевый бык, потом показывала патриция, вот этот зеленый и спелый, и показывала гладиатор спелый и зеленый. Но сейчас сразу хочу показать еще и самые интересные перцы, которые я вырастила в этом году. Выращивала первый раз, выращивала именно потому, что хотела именно этот перец вырастить. Вот смотрите, я зимой еще рассказывала, что хочу вырастить вот такой вот длинный перец удлиненный. Вот есть Dolce de España и Dolce Italiano. Они описаны очень интересные на картиночке, вот такие длинные и предлинные. Конечно, они у меня, я брала семена старинные, они у меня взошли не все, но перец вырос именно такой вот, как на картиночке. Вот такой длинный-длинный-длинный удлиненный. Сейчас покажу в руке. Видите, моя ладонь, он длиннейше ладони раза в полтора. Интересный такой перец, когда они висят на кустике. Но я вот их додержала до такой степени, что они немножко сморщинились, потому что я хочу семена с них собрать. Это не гибрид именно, а перец очень интересный. И вот видите, они даже здесь на картинке, они какие-то неровные, а вот такие всякие, ну как погнутые-изогнутые. И тут он тоже такой, он в каких-то во вмятинках такой, ну неровный. Есть вот глянцевый ровный, а это здесь вот такой. Я вот положу, чтобы он было вот так видно. Смотрите, он в длину. Даже вот этого вот оранжевого быка превосходит, потому что оранжевый бык, он очень длинный, он тоже в руку не входит. А у этого еще длиннейший. Интересные стручки. Это вот одно и то же, смотрите. Перец испанский, сладкий, это вот более сейчас современные такие пакетики. И дольше до Испании. Я потому что прочитала, что это один и тот же перец. Если вам встретится, если вы хотите что-то такое экзотическое, видите, он на картинке какой-то такой мятый, как жеванный. Он такой и получается. Он не ровный, не глянцевый, такой мятый, жеванный. Но очень интересный, очень вкусный. Если хотите какой-то необычный сладкий перец, конечно, фаршировать его сложновато. Он тонкий такой, как банан. Но ради такого вкуса, ради эстетического удовольствия можно его вырастить. И еще примерно такой же. Тоже давно хотела вырастить. Мне присылали сорт Рамиру. Но этот вообще очень интересный. Все стручки у него, именно вот все какие-то погнутые, все изогнутые. Хотя он растет как в свободном пространстве. Он, вероятно, такой должен быть тоже длиннющий. Очень-очень длинный. Но это совсем другой сорт перца. Я еще о нем сильно информацию не знаю. Буду вот зимой изучать. Говорят, что это не сладкий, а такой, как пикантный, остро-сладкий или какой-то там непонятный. Но мне сейчас главное их вырастить, чтобы получить семена. Мне вот женщина одна прислала. Я очень довольна, что он у меня вырос и именно вызрел. Что можно взять семечки. Смотрите, какой хоботок. И вот все они какие-то такие, с изогнутыми носиками. Вот это я считаю самые интересные, самые необычные перцы мои в этом году. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это краткий обзор был перцев Dolce de España и Ramiro. А у Ramiro у меня даже пачки даже нет. Ну все, пока.